Вот он пишет, что за полтора года появилась лютая, дикая ненависть к украинцам, не считает их за людей, мир был бы лучше без них, говорит, и так ли плох будет геноцид, он говорит. Но вообще вот эта ненависть к Украине, к украинцам, что можете сказать? Есть она? Вы знаете, я не думаю, что у нас есть какая-то ненависть к украинцам или даже к самой Украине, ведь дело-то вообще не в хохлах. Но если говорить о таком символическом ответе, если вот что-то дорого, то самое сердце вот этой вот всей Бандеровщины, это, конечно, Львов. И вот если что-то прилетит туда, в эту сторону, для них действительно будет больно, Бандеровскому сердцу действительно больно. Киев они не жалеют. Кстати говоря, можно заметить, что 75% военнослужащих рекрутируется как раз с восточной, с центральной Украины, с юга и так далее. А своих западенцев они берегут. Берегут очень серьезно, да и удары по ним наносятся меньше. И в силу дальности определенной, и в силу каких-то других причин, видимо, неразвитости какой-то военной инфраструктуры. Хотя там есть, в частности, и железные дороги, и тоннели подземные, которые можно побомбить. Поэтому вот угроза, подобная потери Львова, она для них весьма будет ощутима. Если украинцев сумели пропаганды превратить в конченых русофобов, то уж с болгар сделать точно так же, теми же технологиями, нет проблемы никакой. Я знаю, как Украине победить. Вот у них же сейчас очень много оружия, особенно с Европы. А Европа, особенно НАТО восточная, они же все свое оружие уже на Украину отвезли. Так может, имеет смысл им пушки повернуть и всей армией взять просто и захватить Европу? Она богатая. Войти в Евросоюз. Захватить Европу на всех украинцев хватит. Там же столько добра, вообще прекрасно, присоединить к себе Польшу и царствовать, пановать там. У нас выбора не было. Они бы напали на нас, и было бы все в 10 раз хуже. Путин 8 лет тянул. 8 лет. Вот деноцификация. Процесс многослойный. Я вообще сразу скажу, что в этом смысле мое мнение абсолютно радикальное. Я считаю, что даже само понятие Украина не должно существовать. В будущем. И понятие украинец не должно существовать в будущем. Дело не в нашем политическом режиме, ни в чем-то другом. Просто им не нужна такая большая, самостоятельная страна, как Россия. Украина для нас это не просто соседняя страна. Это неотъемлемая часть нашей собственной истории, культуры, духовного пространства. Люди, связанные с нами кровными семейными узами. Но зато походили в вышиванках, понимаешь, и придумали себе державную мову. Отличная цена. Я боюсь, что когда они опомнятся и поймут, во что им обошлось незалежная Украина, там у людей будет жуткая переоценка ценностей. Я просто хочу, чтобы мы этот смысл вынесли на поверхность. Слово Украины не будет. Не будет. Не будет. Языка не будет. Не будет никакого. И флаг тоже на помойку. Ну, в Швецию отправим, откуда он пришел. Хорошая шутка. Про Швецию. Хорошо. Когда я слышу речь, ну, украинскую мову, скажем так, да, мне немножко, блин, чуть-чуть коробит, понимаете, то, что я слышу искаженный русский язык. А. Вы знаете, не, потому что, потому что вы правду не знаете. А что за правда? Когда вы говорите, что украинский язык искаженный русский, вы глубоко ошибаетесь. Это русский язык искаженный украинский. Вот в два счета так скажу, в двумя предложениями, понимаете? Вот смотрите, человек берет бутылки водки, наливает в стакан и выпивает. Так? Да. Значит, бутылка – французское слово, водка – польское слово, стакан – средноазиатское слово. Так? Теперь, людина берет ворылку, налывает в чарку и выпивает. Все украинские слова. Понимаете? Искусственных русского языка. Слишком на русском языке нету своих слов. Часть украинских, часть европейских и часть тюркских. Только, как по вашему день? Дня. Дня. Только три дни. Только, нет, только, да? Только три дни прошло. Три добы. Придобы. Три дни. Украинский язык всегда был языком меньшинства. Именно поэтому в советское время была кампания по украинизации. Была. Именно в советское время писали эти учебники, сочиняли этот язык. В чем независимость? Вот у нас есть флаг, герб, гимн, язык отдельный. Я говорю, Павел Григорьевич, как по-украински будет спина? Спина. Рука как будет? Рука. Жопа как будет? Срака. Я считаю вам за одно слово и герб, и гимн, и флаг. И дурак. Вот все, что нужно. Те, кто считает украинский язык искусственно созданным, имеющим менее глубокие исторические корни, чем русский, глубоко ошибаются. Книги на украинском языке печатались со середины 16 века. Пересопницкое Евангелие было переведено с латыни на живой украинский литературный язык еще в 1555-1561 годах. Известно, что книге поклонился и Тарас Шевченко. Будучи в Переяславе в качестве сотрудника археологической комиссии, он в своем отчете отмечает изысканное и роскошное убранство Пересопницкого Евангелия, а также то, что оно написано малороссийским наречием. Как в ту пору повелевала называть украинский язык царская цензура. Но притеснение украинского языка началось уже через полвека после выхода в свет перевода Пересопницкого Евангелия. В 1622 году царь Михаил с подачи московского патриарха Филарета приказал сжечь в государстве все экземпляры отпечатанного в Украине учительного Евангелия Кирилла Ставровецкого. Далее украинское слово уничтожалось методично, но всегда безуспешно. 1690 год. Осуждение анафема собором РПЦ на киевские новые книги Петра Могилы, Ставровецкого, Полоцкого, Барановича, Радзивиловского и других. 1720. Указ Петра I о запрещении книгопечатания на украинском языке и изъятии украинских текстов из церковных книг. 1729. Приказ Петра II переписать с украинского языка на русский все указы и распоряжения. 1763. Указ Екатерины II о запрещении преподавать на украинском языке в Киево-Могилянской академии. 1775. Разрушение Запорожской сечи и закрытие украинских школ при полковых казацких канцеляриях. 1832. Реорганизация образования на правобережной Украине на общеимперских принципах с переводом на русский язык обучения. 1847. Разгром Кирилла Мефодиевского братства и усиление жесткого преследования украинского языка и культуры. Запрет лучших произведений Шевченко, Кулеша, Костомарова и других. 1863. Валуевский циркуляр о запрете давать цензурное разрешение на опечатание украиноязычной духовной и популярной образовательной литературы. Формулировка «никакого отдельного малороссийского языка не было и быть не может». 1870. Разъяснение министра образования России Дмитрия Толстого о том, что конечной целью образования всех инородцев неоспоримо должно быть обрусение. 1876. Эмский указ Александра II о запрещении печатания и ввоза из-за границы любой украиноязычной литературы, а также о запрете украинских сценических представлений и печатания украинских текстов под нотами, то есть народных песен. 1884. Запрет Александрам III украинских театральных представлений во всех малороссийских губерниях. 1888. Указ Александра III о запрете употребления украинского языка в официальных учреждениях и крещения украинскими именами. 1911. Постановление 7-го дворянского съезда в Москве об исключительно русскоязычном образовании и недопустимости употребления других языков в школах России. 1914. Запрет отмечать 100-летний юбилей Тараса Шевченко. Указ Николая II о запрете украинской прессы. 1926. Письмо Сталина, товарищу Кагановичу и другим членам Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии большевиков Украины с санкцией на борьбу против национального уклона. Начало преследования патриотов Украины. 1970. Приказ о защите диссертаций только на русском языке. 1972. Запрет партийными органами отмечать юбилей музея Ивана Котляревского в Полтаве. Уже через год запрет отмечать юбилей произведения Ивана Котляревского «Энеида». 1974. Постановление ЦК КПСС о подготовке к 50-летию создания Союза Советских Социалистических Республик, где впервые провозглашается создание новой исторической общности советского народа. Официальный курс на денационализацию. 1978. Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР о мерах по дальнейшему совершенствованию изучения и изложения русского языка в Союзных Республиках, так называемый Брежневский циркуляр. 1983. Андроповский указ о дополнительных мерах по улучшению изучения русского языка в общеобразовательных школах и других учебных заведениях Союзных Республик. 1984. Начало в УССР выплат повышенной на 15% зарплаты учителям русского языка по сравнению с учителями украинского языка. 1989. Постановление ЦК КПСС о законодательном закреплении русского языка как общегосударственного. 2012. Верховная Рада Украины в большинстве своем зависимая от распоряжений администрации Януковича подконтрольной Кремлю принимает закон об основах государственной языковой политики, который значительно урезает сферы использования украинского языка в большинстве регионов Украины. 2014. После бегства Януковича в Россию попытка патриотичных парламентариев отменить унизительный закон была использована кремлевской пропагандой в корыстных целях. Продажные политологи и СМИ мгновенно подхватили инициативу Кремля и сказили реальность, обвинив украинскую власть в попытке запретить русский язык. Хотя на самом деле речь шла о возвращении к нормам, по которым украинцы всех языковых групп мирно сосуществовали десятилетиями. Таким образом, московская власть во все времена угнетала украинскую культуру и язык, навязывая миф о якобы величии всего русского и неполноценности всего остального. В Украине же никогда не притеснялись и не преследовались русскоязычные граждане и тем более зарубежные гости. Те, кто пытаются убедить в противоположном, либо никогда не были в Украине, либо попросту являются лицемерами. Субтитры создавал DimaTorzok